Ухудшение обзора для водителя, риск попасть в дорожно-транспортное происшествие при недостаточной освещенности и плохих погодных условиях. Все это возникает из-за тонировки. Затемнение стекол довольно распространенная практика среди автомобилистов. По данным госавтоинспекции, на территории города Самара ежедневно к административной ответственности привлекается 60 водителей. А с начала этого года было выявлено 3000 нарушителей. Плёночное покрытие и так называемые сеточки значительно затрудняют обзор видимости, особенно в ночное время, во время непогоды, скажем так, что приводит к печальным последствиям. С наступлением весенне-летнего периода возрастает количество транспортных средств, эксплуатирующихся с нарушением требований по светопропускательности стекол, утвержденных техническим регламентом. Поэтому сотрудники госавтоинспекции регулярно проводят рейдовые мероприятия по выявлению нарушителей. Такая работа направлена на предупреждение дорожно-транспортного травматизма, повышение ответственности и культуры безопасного поведения участников дорожного движения. Работа ведется в рамках муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения в городском округе Самара» на 2021-2025 годы. При помощи специального прибора сотрудники госавтоинспекции определяют светопропускаемость лобового и боковых передних стекол. «0,09. Должно быть 75%.» Нарушителю ПДД предлагается убрать пленку со стекол автомобиля на месте. В случае отказа инспектор выносит документальное требование со сроком устранения, которое будет внесено в базу госавтоинспекции. «Все равно еду в Абхазию, где бы так и так расклеили. Собирался сейчас на работе расклеить и на автомойку заехать. Благодаря нашим правоохранительным органам чуть пораньше на пару часиков пришлось расклеить. Теперь будем по закону ездить». Сотрудники госавтоинспекции напоминают, что водители автомобилей, на которых установлены стекла с тонировкой, ожидает штраф в размере 500 рублей. Редактор субтитров А.Семкин